Сочинская жемчужина Вскоре он же в аналогичной ситуации вновь не дотянулся до мяча после точного паса Коваленко. На исходе тайма уже Зацепин огорчил местную публику, головой направив мяч в стойку ворот. Сразу после перерыва усилия черноморцев наконец были вознаграждены. Эффектная трехходовка Кокосян-Коваленко-Зацепин завершается капитуляцией ростовского кипера Савченко. 1-0. Забитый мяч сослужил хозяевам плохую службу. Стремясь развить успех, вперед безоглядно бросились даже игроки обороны. И навести порядок на поле не смогли грозные окрики Антиховича. Я понимаю их стремление сегодня, будем говорить, бороться до конца и выиграть. Но каждый должен заниматься своими прямыми обязанностями на футбольном поле. Это будет предметом разбора и разговора. Между тем, Селёнок на второй гол у Жемчужины уже не осталось. А ростовчане, проведя удачную рокировку, смогли восстановить равновесие. На 76-й минуте сельмашевцы, продемонстрировав незаурядные жонглёрские навыки, перекинули мяч через опрометчиво покинувшего ворота Константина Ледовских. Отличился вышедшим на замену Мацегура. А за несколько минут до финального свистка арбитр встречи Владимир Овчинников не засчитал гол, забитый гостями из положения вне игры. Ничья 1-1. Субтитры создавал DimaTorzok